ну что ребят всем привет вырвался я опять свое село родное решил покопать на берегу озера саргуль тут стояло три дома мы их все уже перекопали были монеты николаевские советы вообще не попадались одни николашки и александры маленечко серебра было то есть три дома мы тут вырыли все но я что-то решил заехать еще раз попробовать будет общей сложности подняли бы монет 30 люди то вот я поехал на другое место но решил сюда заскочить попробовать покопать на берегу озеро саргуль многие охотники его знают это озеро когда-то здесь было очень много утки на той стороне видно деревне стоит тоже старая лет уже под 300 но она разрастлась и копать там негде и с другой стороны стоит деревня тоже мусора там очень много копать там будет очень тяжело но мы поедем на нее сейчас здесь потратим маленько время вот я вышел от машины отошел машина и первый сигнал прозвучал выпала вот такая фигня когда-то это была монетка 2 копейки теперь это непонятно что дать как сюда люди пытались сделать себе колечко либо что-то еще очень 2 копейки николаевский были когда-то ладно копаем дальше мусора здесь немного видно вот она конина мусора немного если звенит то дробь картечь какая-нибудь тебе что-то более-менее стоящее такая вот конина очередной сигнал 19 42 маниты тут все сверху максимум на 5 сантиметров я находил максимум в основном все вообще в крае первый глубокий сигнал такой первый такой глубокий сигнал что-то выпало выпала какая-то крышка от чего-то была какая-то крышка с резьбой внутри бронзовая или медная не знаю в общем что-то было не монета жалко вот еще один сигнал похоже на монету на мелкую монету не знаю посмотрим что я не монета похоже все все похоже они не монета старый патрон как старый 12 калибр живило медная или бронзовая поэтому так пищит вот такая неудача ладно очередной сигнал но вроде монеты на этот раз где металлоискатель то выключит ухожу я уже часа полтора мусора накопал пол кармана ну монеты видать мы выбили монеты сразу выбиваются они пищат звонко вот он 0 1 40 очень похоже на монеты сигнал сейчас попробуем копнуть куда делся опять-ка это шляпа мелкая непонятно где пищит вообще здесь пищит что они там выкопал что ли вот она прям вижу я ведь смотрите надеюсь ее лопатой не задел сейчас я сниму камеру покажу значит я не там копал а может там две монеты сейчас посмотрим неужели за полтора часа первая монета но это лежит глубоко вот она такая крупная монета убитая похуделок это круглая и так и так и так все почистим упал пятак да пятак 1870 года м м да зашерканный весь тут вообще практически ничего не видно ну хоть что-то хоть что-то сейчас еще покажу что я накопал все хватит поеду на другое место там мусора больше там находки были такие более-менее 800-х годов монеты начало середина ну это вот не знаю николаевское колье за полтора часа одну рубленную и одну один пятак закапываем яму и харе сколько можно тут ходить выбили мы это место все-таки фух ладно ну вот ребят что не вошло в кадр либо что вошло я вырежу что я выкапывал иначе ролик будет длинный конина крестик куджалка сломанный крестик какой красивый но сломанный часть где-то от него я выкопал нашел уже где-то и потерял в общем вот такой же прудяк конина 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 еще раз конина кортечь от мелкашки пуля какой-то болт керосинка это вот кстати грузило люди сделали из глины такие вот грузила на сети в девятисотых годах глиняное грузило бросим нам оно ни к чему еще камина в общем все выбили место ходячки две попалась 50 копеек и 10 рублей но охотник сюда ездит озеро хорошее тут раньше стопа лодки было много вообще много было лодки сейчас как-то один год оно обмелело и заросло полностью камышом но плюс большие там есть многие знают это озеро саргуль тут заезд прям дорога идет прям озеро то есть лодку тащить меньше намного когда воды немного тут прям метров на 700 можно проехать вперед сразу заход заходишь лодку затаскиваешь ну хорошее место многие сюда с горды приезжают охотиться ладно швурдяк выкинем на дороге горшочек и поедем мы дальше вон кто деревень там я думаю будет поинтереснее хотя мы там тоже выбили все прошли может быть все равно чего-нибудь найдем поехали переехал я ребята новоместных тоже оно все битое-перебитое деревня алексотова мост два рыбака стоят ни хрена не ловит на жареху конечно поймали но это ни о чем вот тут походим по полю посмотрим ходил я по озару ничего я там не нашел вернулся сюда к домам 35 45 сейчас посмотрим что там за монетка я ее уже копал она лежит сверху не вставать не стал ну советов здесь нет вот она лежит зеленая монитосина ничего на ней пока не видно будем надеяться что как и цевик мечтать не вредно конечно сейчас почистим ну вот я одну сторону почистил копейка это копейка вот мне видится что это 1866 год до 1866 стоит для наших краев эта монетка очень редко за вот 7-8 сезон я копаю вот этот у меня на третья копейка это александровская по-моему вот эти года у нас просто вообще редкие и сибирь есть всякие монеты есть а эти года редкие вторая сторона к сожалению подушатанная ладно походим возле этого домика может быть еще что попадется ну советов нет вообще ладно копаем 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 в огородах ничего нету вот они бугры вот поэтому если возле этого бугра я нашел и до этого мы находили на буграх вот и похожу я по буграм сейчас рыбаки так и стоят ни хрена не ловит и удочки кидают и подъемники таскают о, поймал что-то что-то поймал на берем карася 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 ладно будем копать еще часика полтора покопаем когда мы поедем ну что ребята очередной сигналчик думал монетка выпал вот такой сломанный крестик здоровый он сломанный давно его уже сломали думаю я лопатой тут уже не видно меди или бронзы с чего не знаю ладно очередной сигналчик вот такая конинка выпала где же монеты надоело мне хлам копать уже пол кармана хлама вот ребятки и монетка одна вторая наверное копейки что почистим да одна вторая копейки сейчас еще почищу вот я ее дочистил приятная монетка сакран такой бодрый цена приблизительно ее от 100 рублей я бы сказал даже от 80 ну в таком сакране застольник можно железно продать вот часто они попадаются у нас вот такая приятная монетка копаем хороший был сигнал но это патрон 16 калибр не монета сигнал вот такой патрон целенький нестрелянный пуля интересная такая прям тоже часто у нас попадается да не то что часто очень часто вот такие патроны 13 0 2 попался вот такой наперсток давайте на свет вот такой наперсток целенький абсолютно чуть-чуть лопнул ему лет уже столько около 100 лет вот такой наперсток до сигналы вылетел вот такой пятачок значит все-таки вот я подошел к домику буграм все-таки советские дома здесь тоже стояли 1926 год сохранить что такой средненький пойдет я в разновидных не разбираюсь у этих советских монет очень много разновидов знаю только что 27 год хороший вот видите до года не дотянул пятачок годика не хватило ему стать 27 блестит копаем и вот они две ямки рядом одна вот одна вот и вылетела копейка и две копейки все-таки это да советский домик тут стоял гораздо больше советских монеток попадается чем старых николаевских вот такая вот копейка 1931 год 31 год копейка тоже пойдет сохран и две копейки буквально через метр наверное две копейки 1931 год тоже 30 год четкий сигнал что нам показывает 1210 что попало показывает опять монетка я в любом случае такие сигналы копаю 20 копеек 1932 год ну 30-е годы туда мы стояли все охран пойдет вот прямо возле дороги дорога полевая что-нибудь ценное найти советы неохота дожарить неохота ну что поделаешь будем копать советы вон там в той стороне вот там был старый мост вот сейчас это новый мост уже если его можно назвать новым по нему ездить-то нельзя а вот там стоял с бревен с красника он видно бугры стоял старый мост и вот ближе к нему стояли старые дома там постарее монетки но там уже перекопали все все что можно вот они бугры левый берег правый берег перекопали все что можно так придется копать советы вот еще бугры пошли и тут можно будет полазить но это такое чувство будто наводство уводили на дома не похоже вот тут точно дом стоял вот там чуть дальше советы находил бронзовые а это никелевая бронзоники являет какая не помню ладно копаем решили все-таки ближе к воде подойти алюминий советы тут дома должны быть постарее попробуем эту сатирика в правую сторону если ехать она впадает в озеро Урюм а в левую сторону тоже озеро Саргуль в принципе уже практически вот оно само уже вот тут тоже стояли домики на той стороне у Детополя тоже все дома стояли но это советский там я уже был ничего там не нашел вот только я сюда подошел сразу попалась мне конина вот такая вот конина красивая узорчатая есть миниатюри такие а есть вот такая замечательная конина смотрите какая ох какая конина но так килограмм на 10 шучу конечно это не конина это с какого-то сельхоз сельхоз с машиной с какой-то ну заберем на чермец на бензин там где-то еще пару драков лежит я их снимал айдиот копаем очередной сигнал с этой ямки я достал вот такую штуку что это такое непонятно может быть какая-то заколка старинная была вот тут отверстие и вот она получается вот так вот чик-чик-чик-чик ходила а может быть что-то брать ей пирожные брать люди в 900 году или конфеты такая как ложка была она раскрывалась с обеих сторон и так закрывалась вот такая вещь ну скорее всего заколка я думаю а вот с этой ямки мне выпал вот такой крестик на солнце ушка вроде целая а может не целая потеряли крестик вот такой сейчас почищу ладно пока чистил чуть не сломал чувствую что ему чуть-чуть осталось пускай это будет такой как есть вот такой крестик каких только нет накопаем наконец-то монетный звон сейчас посмотрим что тут будет но не факт что это чугунок двенадцать сорок два точно монетный сигнал прям вот прям монетный пропал монетный сигнал так никогда не делайте другу то монета сорок семь ну похоже на монету очень похоже на монету точно монета пыль копейка серебром копейка серебром 1841 года где у нас попадаются эти монеты прям частенько в общем вот такая монетка сохран пойдет не самый плохой как бы вам показать над солнце копейка серебром 1841 года довольно таки крупная монетка поэтому билось как 42 двушки александровские также бьются и вензель николая первого ну вот уже интересней копаем чувствую меня кто-то ест смотрите вот он сволочь ползет по моему пузу и хочет меня укусить вроде комаринка опрыскался весь а ему пофигу вот он уже приготовился меня кусать сволочь до сих пор клещи активные в перчатках я его раздавить не смогу бросим пускай бежит он же меня еще не укусил беги таракан охрен там смотрите как присосался не хочет отпускаться кровушки хочет моей все беги нафиг все копаем дальше надо потом будет приехать обсмотреться самому где-то может быть еще ползает по мне ну что ребят выкапываем последний раз онлайн сигнал и хватит что-то я сжижаться хотел и так уже больше четырех часов больше четырех часов копаем сигналов мало видных ну есть дюрм очень твердый крепкий пробка конина вот такая тканинка вот такая тканинка ну что я нашел сегодня рыбак четыре империи монетки пятак копейка 1866 года копейка серебро 1840 41 и одна вторая копейки раз два три четыре пять советов нашел конина два крестика современных таких более-менее два старых наперсток порадовал такой наперстище да ну и конина конина всякие проволочки патрончики сколько еще я выкинул патрон целый все завязываем пойдем еще к рыбакам подойдем и домой поедем все хватит как бы место не айс конечно были места и получше ерунда ладно подошел я к рыбакам поймали они по пол ведерка мелкого карася ждут сазана но сазана нет как всегда он завтра либо вчера так что кто собирается на мост валик сотова наверняка учил им делать тут не хрена пока но на прошлой неделе ловилась хорошо даже говорит какого среднего карася выкидывали брали только крупную погода наверное ладно мы еще съездим сами на рыбалку попрем домой ладно вот такая птичка мне встретилась по дороге еду я скопа косач самец и зайца видел но зайца заснять мне не удалось о полетел ладно 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 Продолжение следует...